Здравствуйте, дорогие цветоводы! Сегодня наше видео будет посвящено клематисам, этим вьющимся растениям, которые занимают по праву достойное место у нас в садах. Клематисы разделяют по группам обрезки. Существует три группы обрезки. Первая, вторая и третья. Первая группа обрезки – это клематисы, которые фактически на зиму не обрезаются. Они зимуют под укрытием. Укрытием может служить лапник, укрытием может служить сухая листва, торф и так далее. Вторая группа обрезки – это клематисы, которые обрезаются приблизительно на высоту до 50 см. И третья группа обрезки – это клематисы, которые мы обрезаем до 15-20 см. Клематисы очень капризны в посадке. Для того, чтобы посадить клематис и получить от него буйное такое цветение, хорошее, требуется очень хорошо подготовить посадочную яму. Те места, где очень близко подходят грунтовые воды, необходимо очень хорошо уложить дренаж. Это может быть керамзит, это могут быть битые кирпичи, это могут быть какие-то камни, гравий и так далее. И посадочная яма обязательно готовится по ширине 50-60 см. Растения друг от друга можно посадить на расстоянии приблизительно 40-70 см. Это наиболее оптимальный вариант. В данном случае вы видите клематисы, которые у меня растут достаточно давно. Это клематисы Виль де Леон. Они уже отцветают. Вот с той стороны голубыми цветами цвели клематисы второй группы обрезки Мульти Блю. И в течение всего сезона эти клематисы дают очень такое буйное цветение. Как же размножаются клематисы? Один из важных видов размножения – это черенками. Я вам сейчас покажу, как нужно это делать, а вы уже для себя решите, какой вид размножения вы для себя выберете. Или это черенки, или это деление куста, или же семенами. Вот посмотрите, пожалуйста. Я сейчас обрезаю, отрезаю черенок. Вот он, такого вида. Для того, чтобы его посадить, необходимо его еще как-то дополнительно срезать. У него лишние части. Ну, во-первых, срезаются нижние листочки. Подрезается сам черенок по прямой, не наискось, а по прямой, вот таким образом. Срезаются следующие листочки. Остальные листочки, ну, в том числе и здесь, можно укоротить наполовину. То есть мы их обрезаем наполовину. Верхушку тоже можно срезать. В результате у нас получается черенок вот такого вот вида. Для чего мы обрезаем листочки наполовину? Для того, чтобы испарение влаги было минимальным. И вот в таком виде, вот этот черенок, мы укореняем в землю. Для этого какой должен быть субстрат? Это может быть песок, перемешанный с садовой землей. Очень хорошо увлажнить. И вот до этой части, можно даже и выше, мы заглубляем в землю. Посмотрите, пожалуйста, растение клематис, вьющиеся. В переводе его еще называют ломоносом. Ломоносом. Растение, которое имеет очень красивую окраску. В данном случае, вот, вильделеон имеет такую малиновую окраску с полосой посередине. Мультиблю, которое я вам говорила. И белый клематис, который, к сожалению, я не знаю его названия. Но у меня на участке растут еще клематисы, которые посажены недавно. Это сизая птица. Это клематис генерал Сикорский. Он уже отцвел, сейчас август месяц. Он цветет обычно в июне, в июле. Это индийская звезда. И это различные другие клематисы, которые радуют нас всегда своей яркостью цветения, пышностью цветения. Пожалуйста, подписывайтесь на мое видео. Буду очень рада. Всего доброго. Хороших вам успехов в выращивании этого замечательного растения. До свидания.